В прошлый раз мы с вами начали разговор о практической реализации интегрального пути сознательной эволюции, подчёркиваю, интегрального пути сознательной эволюции. Есть ещё путь молитвы, активной медитации по джиду Кришнамут. Это отдельный вариант работы на пути. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в части реализации интегрального пути сознательной эволюции есть четыре направления его реализации. Это исследование механизма собственного мышления, практика активной медитации, тотальная бдительность сознания и сознательная дисциплина. В прошлой беседе мы эти первые два направления работы с вами разобрали и, видимо, уяснили, что прежде всего нам необходимо осознать механизм собственного мышления, как мы мыслим, как мы думаем. До тех пор, пока мы не поймём, откуда берутся мысли, каким образом они возникают, что они от нас хотят, мы никогда не сможем навести с вами порядок в уме и стать действительно людьми свободными. Ибо наша несвобода, в частности, наша несвобода заключается в том, что мы становимся с вами заложниками, по сути, рабами невольных мыслей, тех мыслей, которые, совершенно нас не спрашивая, входят в наше активное сознание. И большей частью в наше сознание входит всякая чепуха, которая создаёт хаос, либо тривиальные привычные мысли, которые мы с вами обмусволиваем. И для того, чтобы в этом убедиться, в том, что действительно у нас там хаос в нашем уме, надо изучить механизм собственного мышления, сесть, так сказать, несколько дней там к ряду или недель и посмотреть за всем происходящим у нас в активном сознании. И до тех пор, пока мы с вами не уясним, как в нас проникает мысль, как она пытается пробуравить в нашем уме некую преграду, которую мы пытаемся выставить, как она пытается завладеть нашим вниманием, как она захватывает наш ум, нашу эмоциональную сферу, как она вступает с нами в изнурительный диалог. Если мы это с вами на собственном опыте не определим, не диагностируем, то мы не сможем начать эффективную работу по трансформации собственного сознания. Я думаю, что мы с вами в прошлый раз достаточно убедительно показали, что любая мысль – это энергетическая субстанция, безусловно, субстанция, которая требует энергетической подпитки. Все наши мысли, которые мы считаем своими, на самом деле это голодные пиявки энергетические, которые питаются нашим вниманием, нашими эмоциями, нашим вступлением с ними в диалог. Так что надо перестать питать их своим вниманием, они со временем не станут проявлять к вам никакого интереса. Это факт, который на практике действительно хорошо подтверждается. Любые мысли, я подчеркиваю, любые, как негативные, так и позитивные, а люди считают, что всё-таки позитивное мышление – это мышление, которое должно соответствовать нашему своему человеческому статусу, негативные мысли нас не должны посещать. В нашем случае, в нашей работе, любые мысли, как негативные, так и позитивные, что делают? Они блокируют канал, по которому нисходящие эволюционные энергии проникают в наше сознание. То есть они блокируют работу на пути сознательной эволюции. Если человек упивается, подчеркиваю, это слово действительно здесь подходит, упивается своей мыслительной машиной, как она работает, он доволен во всём, то бесполезно говорить с этим человеком о каком-либо эволюционном росте. Какие бы чакры вы там не раскрывали, какие бы энергии в вас не входили, какие бы методы и практики самосовершенствования вы не использовали, без наведения порядка в сфере мышления эволюционная трансформация невозможна. Вы будете делать всё, что угодно, но не следовать по пути сознательной эволюции. Я не зря многократно этот факт подчеркиваю, навести порядок уме, дать возможность, хотя бы маленьким промежутком, свободным от мыслей, существовать в нас для того, чтобы нисходящий энергетический поток начал в нас трансформирующую работу. Но многие возражают, что ум дам нам Богом, потому мы не имеем права его убивать. Вообще речь о том, чтобы убивать ум, нет, вам никто его не предлагает, но терпеть, терпеть тиранию ума, по меньшей мере, это глупо. Ум – это действительно инструмент божественного в нашем существе, это наше последнее приобретение, инструмент, но не более того. И как инструмент он должен использоваться строго по назначению, когда на то есть необходимость, когда на то есть соответствующая санкция. Но если этот инструмент наш ум пытается присвоить себе власть верховную, то его необходимо просто поставить на место. И вот этим мы с вами должны заняться прежде всего. И те люди, которые, ну, вроде бы, встают на путь сознательной духовной эволюции, но пытаются пойти на компромисс и сохранить мышление прежним, практики какие-то используют, да, по открытию этой силы, но мышление сохранять не трансформировано на прежнем, это люди глубоко заблаждаются. Ибо ничего серьёзного тогда у них в работе на этом пути получиться просто не может. И в прошлый раз мы с вами говорили, что практика активной медитации – одно из действенных средств, способствующая радикальному избавлению от тирании ума. Эту практику можно, с этим можно работать в любое время, в время свободное от каких-то обязательных дел или занятий, может быть, в транспорте, на отдыхе, вместо болтовни, болтовни там с друзьями, или болтовни по телефону, вместо чтения газет, детективов, там разные, так сказать, мусорные литературы, вместо просмотра телевизоров, в освоемого времени вы освобождаете. И всё это время, которое вы использовали просто для того, чтобы его убивать, посвятите практике активной медитации, что достаточно быстро вот этот нисходящий поток в вас установится, вы почувствуете его работу, реально, физически ощутите, что он существует, что он действительно действует и работает. Первые 2-3 месяца, подчёркиваю, первые 2-3 месяца практика активной медитации должна быть интенсивной, интенсивной, то здесь расхлябанности нельзя допускать, надо сразу входить в жёсткий ритм работы, и жизнь показывает, что чем чаще вы прибегаете к активной медитации в свободное время, тем скорее вы устанавливаете стойкий контакт, рабочий контакт с нисходящей эволюционной энергией. Напомню вам алгоритм мягкой формы активной медитации, мы говорим о жёсткой форме активной медитации, о мягкой форме активной медитации, но смешанную форму тоже можно использовать, вот это как бы сочетание того и другого. Так вот, мягкая форма активной медитации, которая для большинства подходит, и я считаю, что это наиболее безопасный, абсолютно безопасный способ медитативной работы, это молча глядеть на всё происходящее в вашем активном уме, на входящие туда мысли, и никак на них не реагировать, то есть не вступать в диалог с мыслью, не реагировать на неё эмоционально. Мысль приходит незваная вами, она приходит неожиданно, но люди привыкли сразу же отождествлять с собой, что ты эту мысль вызвал, что она, так сказать, сплыла из твоего сознания или подсознания, как чрезвычайно важное. Но коль вы это время, эти свободные часы, минуты, посвящаете практике активной медитации, вы должны понимать, что любая мысль, которая входит в ваше сознание, должна вам игнорироваться, вы не должны обращать от неё никакого внимания. То есть вы специально это делаете, не просто по жизни, да? По жизни она влетела к вам, и вроде в диалог вступили. А вы теперь знаете, что именно для этого, для того, чтобы их игнорировать, вы и занимаете этой практикой активной медитации. И тогда посмотрим, что будет происходить. Каким образом, так сказать, вы таким образом способны ощутить, действительно, в любые промежутки между мыслями, либо вот в период такой спокойной фазы неотклика на эти мысли, у вас будет постепенно, постепенно устанавливаться, устанавливается контакт с нисходящим эволюционным потоком. И подчёркиваю, что медитативная практика, медитативная практика, практика активной медитации должна проходить в игровой форме. В игровой форме. То есть вы не должны ставить никаких задач, никакого напряжения у вас не должно быть. Считать, что вы просто играете. Играйте, играйте, играйте. Когда и вы играете, то напряжения у вас нет, вы абсолютно свободны, вы не ждёте результата, вы находитесь в реальном моменте времени, и в конечном счёте результат будет наиболее, наиболее, что ли, максимальным. И вскоре вы сможете физически ощутить в своём теле работу этой энергии, которая в дальнейшем сама, она уже этой энергии, и когда вы с ней установите достаточно, так сказать, такой стойкий контакт, она будет вам помогать бороться с мыслями, будет нейтрализовать их, большей частью прямо на входе в активное сознание. И ещё в процессе активной медитации вы выделяете наблюдателя внутри вашего сознания, внутри вашего ума, то есть наблюдающую часть сознания. Это очень важно. Вот когда вы выделили наблюдателя, который видит всё, что происходит в уме, и вот это выделение наблюдателя играет очень-очень важную роль, когда мы с вами приступаем, приступаем, так сказать, к реализации направления работы, которую мы назвали тотальной бдительностью сознания. Вот что такое бдительность сознания, и почему сознание должно быть бдительным, мы с вами сейчас попробуем разобраться. Если мы с вами внимательно приглядимся к своему поведению, к своей повседневной деятельности, то мы должны заметить прежде всего, что большинство своих действий, практически все свои действия, мы совершаем абсолютно автоматически, по привычке, стереотипно. То есть наше активное сознание, по сути, никогда не находится в самом процессе совершения действия. А это означает, что мы не пребываем в реальном времени, что мы не пребываем здесь сейчас, что мы не в текущем мгновении. Мы хоть чуть-чуть, но отстаём от реального времени, поскольку автоматизм и поведение реализуются тогда, когда приходит в наше сознание импульс, какая-то обстановка сложилась, вот то, что касается звуковых и зрительных анализаторов, проходит какое-то время, они оценивают эту обстановку и выдают стереотипный ответ на то, что нам делать и как нам действовать. В любом практически процессе нашей деятельности. То есть мы хоть чуть-чуть, хоть капельку, но не пребываем в реальном моменте, здесь и сейчас. Нас там нет. Мы механические существа, честно говоря. Так что приходится признать, что мы представляем собой, по сути, биологических роботов, запрограммированных на определённые стереотипные действия. Мало кто это способен признать, не понаблюдав за тем, что действительно с нами происходит, потому что люди считают, что они сознательны во всём. Если бы люди были сознательны, то столько бы глупостей, трагедий, ушибов, катаклизмов вообще быть просто не могло. Сознательный человек никогда не вернется ни в какую авантюру. Никогда он не сломает ногу, честно говоря, или что-то. Вот когда мне говорят, ой, у меня там что-то, я упал, сломал ногу. Что бы это значило? Что бы это значило, как я должен, какой я должен выявить? Я говорю, просто будьте бдительны. Вот единственный вывод. Больше ничего не нужно. Никакие враждебные силы тут ни при чём. Вот мы сварим какие-то посторонние силы, события, которые с нами происходят, нам не нравятся. Просто мы были в состоянии, так сказать, безбожном, с реальностью не контактировали, а в эмоциональном виде деятельности мы что угодно можем натворить и потом долго-долго разбираться, что же с нами происходит. Так что мы с вами ходим, пьём, едим, делаем обыденные действия, чистим зубы, подметаем пол, моем посуду, ну что-то ещё делаем. Делаем абсолютно автоматически. В лучшем случае делаем это полубессознательно. В основном с отвращением, это тупо так вот. Есть такое? Есть, конечно. Что там говорит? То есть это всё относится к стереотипии поведения, абсолютно, так сказать, механистичным нашим действием, механистичности поведения. И мыслим-то мы тоже, соблонно, стереотипно, это нравится, это не нравится, это плохое, это хорошее. В любой сфере мы стереотипно, стереотипно отвечаем на все внешние раздражители. Есть такое? Есть. Вот это мы должны выяснить, потому что надо потом развенчивать себя, развенчивать в себе вот эти автоматизмы. А иначе мы так и останемся существами, ну, думающими животными, не более того. Животные живут, думают стереотипно. Вот мы примерно на таком же уровне устоялись, уже привыкли, и этого не замечаем абсолютно. Если мы хотим действительно сознательно эволюционировать, то этому надо положить конец. Вот это нужно для себя очень чётко определить, кто мы такие. Наше лицо, оно автоматически меняет маски, изображает то гримасы радости, то гримасы боли, то равнодушие, то там отвращение, то недоумение. В общем, стереотипный опять ответ. Какие-то роли мы постоянно с вами исполняем, да? То есть, по сути, мы должны с вами признать, что интуитивная подсознательная деятельность определяет поведение современного человека. По сути, мы с вами однажды заведённые роботы, механические игрушки, куклы, чему тут удивляться, если судьба играет нами так, как ей вздумается. Абсолютно, так сказать, по воле импульсов каких-то, которые приходят извне, витальных, и прочих, ментальных, мы творим массу глупостей, потом пытаемся, натворив эти глупости, опять всё это исправлять негодными средствами. То есть, вся жизнь человека состоит именно из этой череды нелепицы, и потом он удивляется, почему так всё плохо, вот откуда это всё берётся, на кого-то надо свалить всё это. Надо заботиться состоянием собственного сознания, никого не надо ничего сваливать. У каждого есть возможность превзойти себя бессознательного, превзойти себя, так сказать, механического. Обычно человек не осознаёт, и это факт, механистичность своего поведения, и начинает противиться, когда его ставишь перед подобным фактом. Он удивляется, как же так, я венец природы, венец творения, считает, что я веду себя бессознательно. Ну, считать можно что угодно по поводу самого себя, в других-то можно это увидеть, но наша задача в себе разобраться, что в нас происходит, именно то же. Так вот, автоматическая полубессознательная жизнь, она совершенно бесперспективна для эволюционного развития. То есть, то, что застыло в стереотипах, развиваться не может. Не может развиваться. Ясно, наверное, почему? Всё, установилось. И вот я вижу людей, которых я видел когда-то там в юности, и они одинаковы до сих пор, они становятся ранними стариками. Всё, они зацементированы. И смотришь, ему лет-то немного, допустим, да? А он уже всё, жизнь для него кончена. Конец. Понятно, почему, наверное. Он застыл. Всё, он не сдвинется с этой точки. Его всё устраивает, хоть и не устраивает. Он не может решиться себя развенчать в этом плане. Ну, душа, может быть, не сожрела, или время упустила. Всё бывает. Но всё, жизнь заканчивается, когда стереотипия полностью овладевает вот тобою. Когда ты полностью становишься стереотипным механическим существом. По сути, инстинктными стереотипами живут животные, потому-то они полностью закрыты для эволюции. То есть, они не меняются. Ниша животных закрыта для эволюции. И вот человеческая ниша в том виде, в котором сейчас человек представляет себя, она тоже закрывается для эволюции. Люди просто не способны, не способны в массе своей, в большинстве своём меняться. Значит, для эволюции это неинтересно. Бесперспективно. Либо это должно законсервироваться, но человек не то существо. Он сделает столько гадостей, что законсервировать эти гадости, наверное, которые нарушают эволюционное равновесие, наверное, нет смысла. Значит, божественное проведение каким-то иными способами будет менять вот эти вот приоритеты в нашей с вами жизни. И мы видим, у нас сыпется масса всяких гадостей, неприятностей, да, мы во всём виним каких-то конкретных людей или какую-то нацию, хотя на самом деле это не имеет никакого отношения к какой-то конкретике. Это имеет отношение к духовному состоянию общества человеческого. И всё. И это всегда будет. Вот то, к чему мы возмущаемся, считаем от случайности либо там импотентностью власти, и власти действительно импотентной, но это определяет состояние общества в сфере его духовного плодоношения. Нет его, значит, будут полиализационные катаклизмы, которые будут подвигать хоть отдельных личностей, обращать внимание на себя, исчерпав своё внимание и свои надежды на какие-то внешние изменения. Это тоже часть божественного замысла. Себе спасайтесь, отсюда начинайте. Ясно, о чём речь идёт. Не перекладывайте там на каких-то умных людей, которые что-то там могут соображать в этом плане. Себя надо начинать. Так вот, автоматизмы поведения и действий в каком-то смысле хороши для какой-то деятельности профессиональной, для людей, которые заняты в производственных процессах, для водителей, для пилотов, для рабочих станочников. Однако они совершенно недопустимы, стереотипные действия механистичные, для человека, который выбрал для себя путь сознательной духовной эволюции. Совершенно недопустимы. При интуитивной подсознательной деятельности психической наше активное сознание, еще раз повторяю, не пребывает в реальности. То есть, оно не пребывает в текущем моменте времени. Следовательно, оно не контактирует с нисходящей эволюционной энергией. Как только мы выпадаем из реальности, хоть на чуть-чуть, вправо или влево, вперед или назад, а любой процесс мышления и наша эмоциональная деятельность, она у нас выводит из реальности, мы не контактируем с этой энергией. То есть, мы не способны меняться, мы не трансформируемся, мы не эволюционируем. А жизнь всего человечества, она и в таком, так сказать, аппозоне есть. Вчера, завтра и механическая деятельность, и никогда тень текущий момент, никогда не контактирует с реальностью, с божественной реальностью, такой, какая она есть. Парадокс. Выпадение из реального времени. Казалось бы, все просто. Наша задача вернуться в реальное время, в текущий момент, здесь, сейчас. То есть, решить себя времени, лишая себя времени, ты решаешь себя и пространства. То есть, телесная структура, которую мы с вами носим, если она будет вне времени, то наше активное сознание на любом плане, потеряем мы тело или не потеряем, оно будет существовать сохранением я, памяти, и там прочее. Вот и всё. Только в режиме функционирования сознания, в реальном времени, здесь, сейчас, мы способны контактировать с реальностью. Мы с вами на эту тему долго говорили, когда тему человек разбирали, наверное, помните, я вам показывал примеры, касаемые наших научных исследований поведения пилотов в ужтой маленькой ситуации. Мы с вами чётко, наверное, тогда должны были уяснить, что наша главная беда, то, что мы никогда с вами не пребываем в активном сознании в реальном моменте времени. Мы либо в эмоциональном режиме функционируем, а что такое эмоция? Эмоция – это всегда ускорение процесса, всегда опережение реального времени. Либо мыслим, задумываемся, значит, отстаём от реальности. Реальность от нас ускользает. Очень простая вещь. Так вот, наведение порядка в сфере ума, эмоциональной сфере, установление ровности – задача номер один, а наша революция никакой не будет. Что бы мы с вами ни делали, какие бы методы не использовали, можем медитировать, крутить, вертеть, на голове стоять, плясать, петь песни, всё будет бестовок. Так что, факт научно доказанный, выпадение из реальности по сути, по сути, нас лишает возможности контактировать с высшей реальностью, которая единственная способна вывести нас из эволюционного тупика, конкретного человека, мы не будем говорить о человечестве, не будем замахиваться на человечество, это не наша с вами прерогатива думать о человечестве, сейчас надо озаботиться пока собой. Кому подумать о человечестве есть, думают, результаты мы с вами видим, те, кто думает о человечестве, налицо результаты их дум о человечестве. Я как наблюдал, как один и тот же человек здоровает с разными людьми, то есть он по-разному Уздоровывается в зависимости от ранга этих людей, в зависимости от их служебного положения. Для каждого случая у этого человека наработан свой стереотип приветствия. Тем, кто помельче, он руку подаёт или не подаёт, или просто кивает. Те, кто покрупнее, у него короткий диалог, а кто совсем наверху, там в три погибели. Просто вот так, знаете, сгибается. Очень интересно наблюдать. Вроде бы умный человек, воспитанный. Ну, будь собою, хочешь сказать, что ты дурака-то валяешь. В общем, как цирк какой-то, да? Вот люди собою как-то не бывают. Они обычно исполняют какие-то роли. Стереотипы выработаны, сложные достаточно ролевые игры, да, кто как себя ведёт. Но это, ну, если не смешно, то антиэволюционно, честно говоря. То есть, вы играете невольно. Вдвойне играют актёры, да. У них и профессия такая, да, и ещё по жизни они вдвойне. То есть, это самая гиблая профессия, из которой вообще в эволюцию выйти никак нельзя. Там либо дорога вот в преисподнюю, да, потому что там очень сложно с нормальной душой где-то долго удержаться, там болезни будут или крыша поедет. Либо вот так пропорхать по поверхности, а потом до дебилизации. Ну, пожилой актёр это уже ясно, да? Об актёрах. А все мы в актёры с вами по жизни, честно говоря. С детьми разговариваем, как так там, с женой или с мужем, по-другому, с начальником как-то или с подчинённым. По-третьему. То есть, у нас всегда идёт какая-то ролевая игра. Вот это надо тоже для себя отметить. Это стереотипия поведения. Вот наше сознание должно быть бдительным. Мы должны очень чётко с вами отслеживать, когда мы начинаем эту игру. Когда мы, в общем-то, свою истинную сущность вуалируем какими-то ролевыми процессами. Так что, понаблюдав за собой и за окружающими, можно найти много интересного. Вместо того, чтобы просто быть собой, человек пытается подстроить своё поведение под какую-то текущую ситуацию. Всё это выглядит очень лицемерно, фальшиво. Вот дежурная улыбка в нации в определённой есть. Вот с американцами с ними просто невозможно там общаться. Они по любому поводу понимают, не понимают, они в улыбке растягиваются. Но об этом много задонных там рассказывает. Но мы тоже контактировали, когда по некоторым вопросам с этими людьми. Они улыбают. Чё улыбаться, ничего смешного нет. Он вот так вот улыбается. Да, глупо. Но их учат. Улыбайтесь, потому что это позитивные эмоции и прочее, прочее, прочее. Мыслите позитивно и улыбаются. Это глупо, честно говоря. Но к этому все привыкли и думают, что так должно быть. Но мы-то с вами должны всё-таки вот эти нюансы, эти моменты для себя очень чётко, очень чётко отслеживать. Чтобы не выглядеть глупо в своих собственных глазах. Никто не заметит, что мы глупые, потому что только мы можем понять, когда мы делаем глупости. Согласны, наверное, со мной? Потому что весь мир привык к этим глупостям. Это вот кругом, это стереотипия планетарного масштаба. А вот мы-то должны с вами вот как-то пристально на себя всё-таки обращать внимание, что с нами происходит, как у нас это повседневное общение, повседневное поведение осуществляется. Так что в глазах российских людей ещё теплится свет, ещё какая-то сердечная грусть есть. Не у всех, конечно, но она видна. С иностранцами там, увы, очень сложно это увидеть. Там пиво с сосисками, там ещё что-то, какие-то другие мечтания в закромах души. У нас всё-таки грусть есть, и глаза грустные, тяжело бывает, не знаем, что делать. Значит, ещё есть перспектива эволюционного роста. То есть поле-то, вот наше российское, засеяно всё-таки семенами и ждёт всходов. А потому наша жизнь с вами должна всё-таки быть сознательной. Хватит актёрствовать, хватит быть механическими существами, надо потихоньку-потихоньку от этой стереотипии поведения избавляться. Вот бдительность сознания нам должна этому помогать. Так вот, что такое быть бдительным или сознательным? В христианстве ещё употребляется термин «быть трезвым», «трезвение». Вот бдительность или трезвение. То есть надо проснуться, то есть ото сна, перестать спать и, в общем-то, на себя посмотреть, кто мы такие. Так вот, бдительным быть или сознательным, значит пребывать активным сознанием в процессе любой выполняемой работы. Вот что-то вы делаете, будьте в процессе выполнения этой работы. В процессе любой выполняемой работы, в процессе любых действий, не совершать ничего автоматически, не совершать ничего стереотипно, по привычке. Это, безусловно, бывает трудно, особенно первое время, но другого пути стать абсолютно сознательным не существует. И таким образом вырабатывается у вас истинная медитативность сознания. То есть каждое мгновение вы должны ловить себя на том, что вы действуете по привычке. Ну, механический стереотип. То есть с самого утра вы можете уже начать это замечать. Вот всовывая тапочки, если вы не босиком ходите, ноги в тапочки, делать это надо сознательно. То есть каждый пальчик чувствует, как он входит в тапочек. Это уже хорошо. Потом сознательно идёте в какие-то определённые места, сознательно чистите зубы. Вот так вот, не просто механически глядя на свои заспанные с отвращением лицо в зеркале, а как-то вот так вот весь этот процесс, ну, хорошо, так сказать, в реальном времени прочувствуете. Чистку зубов, например, завтрак там. Вот всё, до мелочей. Потому что из мелочей складывается наше повседневное поведение. Если мы что-то там будем большое, великое и чистое блюсти, а вот в жизни останемся вот такими вот механическими, да, абсолютно бессознательными, то толку от нашей всей вот чистой работы возвышенной никакого не будет. То есть все, все, так сказать, щели, все поры нашего существа должны быть наполнены вот этой вот сознательной деятельностью. А это очень просто. Если вы помните об этом, то это просто. Так же, как вот активная имитация, есть свободное время? Занимайтесь ею. Проснулись, встали, так сказать, ловите себя на том, что опять на механизм, опять на механистичность бились, опять там думаю об одном, делаю другое, вот, потом слушаю третье. Вот чтобы этого не было. Чтобы этого не было. Три дела нельзя делать. Понятно, наверное. Это сейчас вот молодые люди очень интересные. Он слушает, что-то читает, да, что-то жует, ну, слушает, понятно, что, да, если еще при этом читает, то что-то отупляющее сознание, что ниже пупка там где-то его держит. И, соответственно, такая литература, ну, еще, может, и пиво там, еще чего-то, я не знаю. Это дополнение вот к этой вот вещи. То есть люди, люди, сегодняшние люди, в общем-то, действительно, существа крайне зомбированные, честно говоря. Вот я езжу в метро и вижу абсолютно пустые, оловянные, зомбированные глаза. По глазам видно, вот, что внутри у человека. В большинстве своем это становится все более, 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 вот так, всеохватно. Наверное, счастливы те, пока счастливы, кто на автомобилях ездит, они это не видят. Ну, вот я активно в социуме медитирую, поэтому, прибывая в метро, там еще в общественных местах, вот, там это очень очевидно, хорошо, то есть просматривается. Вот. Так что, если вы что-то делаете, если что-то вы делаете, то делайте это всецело, без отвлечения в уме на что-то постороннее. Вот. Разрушайте стереотип поведения, вырабатывайте спонтанность поведения. Спонтанность поведения. Если вы кушаете, то кушайте, находитесь в самом процессе приема пищи. Все ваши действия должны быть, ну, не то, что строго контролируемые умом, вот, а в уме не должно быть ничего, что мешало бы вам подносить ложку коту. Понятно, да? Не механические, а вот так. Если чистите жубы, то чистите их, находитесь в самом процессе. Не витайте ум где-то в заоблачных высях, вокруг, да около. Это вовсе не означает, что вы должны думать, как держать ложку или как держать там зубную щетку. Держать вы ее умеете, ничего страшного. Но сам процесс движения, самодинамика должна быть вами ощутима, видима, осязаема. Понимаете? Это очень важно. Вот Паисий Святогорец блестящий совершенно сказал, я для начала молился, 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 вижу, толка нет. Но он говорит, не трезвый, не бдительный, понял, что бдительность первее молитвы. Вот то, о чем мы с вами говорим. Перестать быть механическим существом. Это гораздо, гораздо выше, гораздо важнее пребывать в реальном времени, гораздо важнее время от времени предаваться молитве. А вот повседневное поведение – это вот вся наша с вами жизнь. Это с утра до вечера. И поэтому вот бдительность сознания – это широкое поле деятельности. В течение всего дня вы способны это делать. Вообще гениальная вещь. Вы способны в сутки находиться в медитативном состоянии. На ночь вы запускаете процесс на кончик носа стяжания энергии, вы спите, энергия у вас работает. Утром, используя практику бдительности, вы тоже в реальном моменте времени. Потом практика активной медитации тоже вас в реальность возвращает в свободное время, вы ей занимаетесь. Сутки в медитативном состоянии. Сутки. И абсолютно, так сказать, потом вы даже не будете замечать, чтобы усилия какие-то прилагаете. Поначалу надо дисциплинировать это поведение. Есть период, когда вы должны чётко наблюдать за тем, чтобы не выпадать из реальности. А потом это будет просто нормой для вас. И никаких усилий для этого делать будет уже не надо. Это просто гениально. Суточная медитация. Вот кому-нибудь скажет, люди думают, вот сел и сутки сидишь. Как там где-то в Индии сидят небритые, не стриженные, не евшие, не пившие. А вы едите и пьёте, нормально стрижётесь. И в медитативном состоянии. Энергия у вас работает, и нормальная. Не прячете никуда, не уезжаете. Семьи не бросаете. На произвол судьбы. В обойденной жизни вам будет допускаться меньше ошибок, это совершенно точно. Вы сократите число ушибов, сократите число неожиданных столкновений, порезов. Всё будет очень просто. Будьте тотально бдительны. Помните, что до тех пор, пока вас правит автоматизм и поведение, пока вы действуете автоматически, вы деградируете. Вы не стоите на месте. Это эволюционная деградация. То есть, в эволюционном плане для высших сил деградирующее человечество не представляет никакого интереса. Человек, который не открывается этому потоку, являясь механическим существом, он абсолютно не интересен Господу. Когда говорят, о, Господь о нас всех заботится. Ну, как он о ком будет заботиться? Ты к нему шага навстречу не делаешь, а он будет заботиться о биомассе. Шаг сделайте маленький навстречу. Тогда ты открываешься той силе. Тогда забота-то... Нет канала связи, чтобы с тобой заботились-то о тебе. Как? Канал связи где? Нет канала-то связи. Канал связи надо открыть, чтобы забота была его о нас.